МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока сладкое послеобеденное время, и бурый медведь тоже в таком вальяжном настроении, мы можем поговорить про его игрушку. Это вот тот самый черный мячик. Но бурому медведю тоже повезло, потому что этот мячик им достался от белых медведей. То есть, по большому счету, это переходной приз? Переходной приз, да, потому что животным еще очень интересно, когда к ним попадают игрушки с запахами других животных. То есть это тоже такое небольшое развлечение. То есть бывает, что игрушки от медведя мы даем тиграм, или бывает наоборот. А игрушки необходимы? Но в современных зоопарках принято уже сейчас не только просто демонстрировать животных, а важно заботиться о благополучии животных в зоопарках. А так как они все-таки находятся в таких ограниченных пространствах, и вот одним из способов является использование игрушек. Но игрушки, они своеобразные. Во-первых, для наших хищных животных, для медведей, очень хорошо идут различные стволы или кубышки деревьев. И вы можете посмотреть, как они обдирают эту кору, им очень нравится. Да, вот от этого полена, по-моему, скоро ничего не останется. Да, а вот если посмотрите на то бревнышко, можно увидеть, что там есть дырочки специальные. И вот когда у нас праздник бывает, медовый спас в том числе, мы туда вот закладываем мед, и медведи с удовольствием его слизывают. Очень хорошо в зоопарках, например, используются обыкновенные картонные коробки. То есть вот без скрепочек, без пленки и так далее. То есть то, что может подать. И мы туда закладываем всякие вкусняшки. То есть это вообще, во-первых, это животные с удовольствием их разрывают. Или что-то их открывают и выискивают, как, например, обезьяны. Как на той же охоте. Ну да, потому что они ведь тратят на это время. К сожалению, у хищников нет возможности потратить время на охоту, потому что им все приносят на блюдечки с голубой каемочкой. А здесь у них такое вот интересное занятие. Вот. Потом мы еще используем различные меховые изделия. Я думаю, что жители города об этом знают. Это какие-то старые шубки, шапки. Тоже имитация. Тоже имитация, да. И тоже как-то подвешиваем их. Это как-то называется необычная такая задача корма для животных. А медведи, например, очень хорошо их используют в качестве подстилки. То есть они прям с удовольствием затаскивают к себе в берлогу. Добыли, что называется. Добыли и, в общем-то, вот это и с удовольствием спят на этих шкурках и так далее. Ох, на что же, залез как раз в бассейн. Но вот для белых медведей, мне кажется, игрушки тоже такие вот специфические. Все связанное с водой. Ну, да, имитация льдинки. Это какая-то прочная пластмасса должна быть. Это должны быть какие-то объемные игрушки. И к тому же, если учитывать, что белые животные – это очень интеллектуальные животные, да, им очень на севере много всего нужно предусмотреть. И игрушки должны быть тоже такие специфические. И поэтому у нас есть, например, шары-головоломки. Чтобы туда тоже закладывать всякие вкусняшки, вот, и подвешивать медведям. И они должны тоже как бы потратить время на то, чтобы эти вкусняшки из этих шаров достать. Здесь у нас мелкие хищники, и мы им предлагаем для игрушек различные, например, шары пластиковые. То есть это пластиковый шар очень из прочной пластмассы, и он безопасен. Вот, и у нас они любят их катать. Вот, например, как лиса, она с удовольствием его катает, играет им. Оказывается, они тоже как собачки. Да, 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 то есть они тоже для них это в удовольствие покатать шарик. Но цвета им безразличны. Цвета им, конечно, безразличны, а вот дальше у нас сидят носухи, и те тоже с удовольствием играют даже пластиковыми машинками. То есть мелкие хищники, еще им нравится это все метить. Вон сурикаты. Все уже, кажется, пометили свой мячик. А вот носухи, говорят, настоящая банда. Знаете, почему? Потому что все, что им попадает в лапы, разбирается напрочь. А вот эта игрушка, всем игрушкам игрушка, это для обезьян. Ну, так получилось, что на детской площадке освободился самолетик, и обратно его не было возможности прикрепить, поэтому мы решили его использовать в качестве качели для обезьяны. Правильно, дети любят самолетики. Я думаю, что да, и обезьяны те же дети, поэтому он здесь очень вписался. И мы придумали для этого еще вот такую конструкцию. Ее собирали просто как, ну да, действительно, как конструктор в мастерской, и потом принесли сюда по частям и собирали уже здесь, крепили. И вот получилось вот такое интересное приспособление. Наверняка любимое место. В общем-то, да, но сейчас просто жарко, а так и самый крупный самец, он с удовольствием залазит на самую верхушку и чувствует себя таким царем горы. А, он детей обижает, обезьянник. Детей обижает он, к сожалению, да. Но, тем не менее, вот всеми обезьянами вот это вот приспособление пользуется. А вы для своего домашнего питомца придумали такую игрушку, такую классную. Ну, в общем, делитесь своим ноу-хау. Интересно-то будет всем. Это программа Гавстория. Это про любовь. Про самую верную и бескорыстную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин